к вопросам да вячеслав скажите пожалуйста что будете делать с чубайсом во первых это же не я решаю это решает в общем-то народ это решает в конце концов трибунал если анатолий борисович виновен там в чем-то ну значит трибунал его степень его вины определить анимальцев это должен определять но сейчас так обстоят дела что чувайс наверно не является это раньше может быть он был таким основным таким во всем виноват чубайс да как ельцин говорил но может быть сейчас он не во всем в чем-то виноват но не во всем поэтому в общем-то как-то а отошел уже во второй или даже в третий ряд тех кто будет там отвечать перед новой властью такой сложный серьезный вопрос здравствуйте у моей подруг подруги отняли ребенка они ехали в электричке с фестиваля и были немного на веселе отличный развитый ребенок два года подруга сходят с ума не дают даже повидаться может быть у вас есть в москве юристы которые могут помочь ей очень хорошая семья муж работает помогите но я думаю свяжемся конечно куда напишите тогда более подробно ситуацию и контакты свои по которыми по которым можно с вами связаться я думаю что мы постараемся вам помочь какая чудовищная новость вообще нет но тут во первых нужно понимать что значит на веселе были если они были в состоянии алкогольного опьянения даже даже если они вообще лежали в лёжку это единичный случай за это никто не имеет права отнимать ребенка это ребенок всякой жизни у людей бывает и детей теряют и чего только не бывает но это мамы это родители здравствуйте пишет вам моряки калининграда привет калининграду и морякам что делать с рыбной промышленностью за все за все время правления путина ни одно судно для рыбной промышленности не было построено весь флот как был развороны в 90-е так ничем не пополняется приходится нанимать иностранные компании будем ли как-то исправлять поражение конечно будем исполнить исправлять и плюс мы что происходит с рыбной промышленностью все расхищается те люди которые участвуют в даже в мире в мире участвует в распределении квот на вылов рыбы знают что основная масса так сказать квот там я не знаю сколько процентов 90 или близко к этому в россии распределяется по воле одного человека догадайтесь как его зовут конечно вова да и то есть они все прекрасно знают вот эти вот там икеологи океанологи кто этим занимается что вот эти вот эти вот фирмы аффилированы своему ну то есть это такая виланчель только из рыбы ну вот когда не будет этой рыбной виланчели наверное рыба будет продаваться в россии там спрашивают а почему рыбы то в россии нет вот давно какой-то везут там из этого из вьетнама там с меконга какую-то рыбу вонючую так далее у той хорошей рыбы которую наши ловит рыбаки мы не видим она вся в японии где-то там в других странах где платят нормальные деньги а все очень просто потому что коррупция потому что похищается все поэтому нужно вернуть на место все то есть вот вы хотите все взять и поделить мы хотим все вернуть и объединить ручку мы хотим сделать eyes это они шариковы это они все взяли и поделили вот спрашивают опять про зуба в екатеринбурге как его поддержать но может быть вы просто упустили мы во-первых не знаем что там будет происходить и так понимаю там будет какая-то встреча вы можете погуглить какая будет встреча открытой или закрытой и где она будет происходить но я так понимаю со в интернете есть информация значит она будет открытая. Можете на эту встречу прийти, если она открытая. Я так понимаю, Зубов читает лекции, на которые, в общем-то, приглашает людей, поэтому вы можете туда прийти, и вам будет полезно. Ну и просто быть готовыми, да, в случае, если будут какие-то провокации. Не нужно там никого пугать, там, я не знаю, с оружием приходить или что-то еще, но если кто-то там захочет покидаться с тартами или какие-то еще пакости неприятные сделать, то нужно этих людей очень вежливо, как тот насильник, остановить. Нет, ну насиловать не нужно, конечно. Можно проводить домой, объяснить человеку, что он неправ. Грамотно себя вести. Екатеринбургским сторонникам Михаил Борисов, председатель Парнас Екатеринбург, посмотрите на сайте, его контакты там есть, тоже адекватный наш человек. Когда будут созданы сообщества по городам, вот Дима и говорит, то есть сейчас в каждом городе у нас есть представительство партии Парнас, то есть там можно смело тем людям, которые работают открыто, потому что есть как бы другие группы, ориентированные совсем на другое, но те, кто работает открыто и никого не боится, они могут смело приходить в Парнас и помогать на выборах. Я думаю, что могут работать с представителями Парнаса, если вдруг какие-то сомнения, то во всех городах, кроме Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Иваново и Костромы, да, то есть вот такие у нас неприятные как бы моменты в регионах у этих, во всех остальных могут из своей среды, то есть из вот наших зрителей артподготовки выбрать бригадира на выбор, который будет контактить с руководством Парнаса. Те люди, которые хотят, могут вступить в Парнас. Ну, мы сейчас вот начнем избирательную кампанию и будем более как бы точно видеть, что происходит. Вячеслав Арий пишет, да, ну, будем видеть более точно, что происходит и можем как-то моделировать вот эту конструкцию нашу политическую. Да, еще вот многие задают вопрос, почему мы сейчас не едем, потому что пока что еще Центральная избирательная комиссия Российской Федерации не зарегистрировала список партии Парнас, а также одномандатников. Поэтому мы не имеем пока что законного права агитировать за партию. И спрашивают меня, приеду ли я в Москву после выборов в Госдуму и Победы Парнаса. Конечно, я приеду, чтобы работать в Госдуме, но очень много буду ездить по регионам, конечно, потому что у нас 5-11, вы понимаете, то есть нам это главный задача, а не Госдуму. Спрашивают, когда Дмитрий Игнатьев приедет в Балашов, Игнатьев, ты денег, что ли, задолжал кому-то? Нет, Балашов, Игнатьев, Дмитрий, вот выяснили, вот у нас какие проворные зрители, да, Игнатьев Дмитрий идет по Балашовскому одномандатному избирательному округу в Государственную Думу, в который входит часть Саратова, Балашов и окрестности. Балашов, большой привет, мы к вам приезжали однажды в 12-м году, вместе с вами боролись против вот этих вот ликероводочных мафиось, и я к вам обязательно приеду по совместительству Максиму большой привет, Балашов, жди. Спрашивают, какое мое любимое блюдо, я тут не знаю, всегда когда спрашивают, я говорю, все равно же не поверят, что рассказывают. Когда я ем мясо, у меня самое любимое блюдо это перловая каша из банок с мясом, больше всего я это уважаю, люблю, у меня, говорю, слюнь текут. Когда я не ем мясо, а большую часть времени я его не ем, у меня любимое блюдо это луковая подливка с чем угодно, с рисом, гречкой, макаронами, с чем угодно, то есть много-много лука и много-много томата, томатной пасты. И все это жарится, ну, вначале лук обжаривается, потом, ну, долго рассказывать, и я, кстати, очень долго готовлю это блюдо, но это самое любимое, я очень прям обожаю, больше ничего не надо, все, кто пробует, думают, что там грибы, что там, ведь я в армии научился, ну, суп из топора, но без рыбы, как говорится, и вот, лук, томат, ну, так там, горчица, конечно, какие-то другие ингредиенты, а чувствуются в этом грибы, какие-то там баклажаны, люди говорят, там баклажаны или кабачки, я говорю, нет, там только лук, так что, хлеб люблю очень, Ничто, вот, Руслан у нас из Удмурти смотрит с дочкой уже, который день, и дочка просит передать по-девет, Алсу зовут, как? Алсу, Алсу, привет, привет, так, что еще, вы что, охренели все, ведь сейчас жрать на ночь пойдут, да, нет, нет, я прошу прощения, покушайте, поставьте лайки, от души покушайте, давайте сегодня забудем о фигуре, привет городу Новохоперск, просит передать, передаем от всей души, город Новохоперск, привет, вам Яровая нравится, как женщина, нет, не нравится, а есть кто-то, кому Яровая нравится, как женщина, ну и вкус у него ужас такой, сейчас люди скажут, не езжай в Балашов, играть, все мы не хотим, да, ужас такой, я просто считаю, что ей надо быть женщиной, а не политиком, потому что политик из нее, и законодатель ужасный, я хотел бы, конечно, сказать, но на меня все обидятся, ладно, ах ты же она ненавидит, не надо, тогда не говори, ну, зачем, да нет, я шучу, конечно, я прекрасно отношусь к женщинам, Ярославскую область, городу любимому, передаем привет, очень требует, вот спрашивают, почему за кадром, меня это очень, я начал комплексовать, вы вводите меня в депрессию, почему за кадром все картавят, я не картавлю, я не картавлю, не так, как я, но есть, жуть, сейчас я закончу эфир, я пойду к логопеду, и принесу вам справку, что я не картавлю, Мальчик, скажи, на мил, чем разница бунт и революция, как вы видите, да это, стихотворение, да, помнишь, этот, синоним слова бунт, синоним слова бунт, протест, не брать, но бунт, ну ладно, я забыл, святворение, ну в общем, вот синоним слова бунт, окончен неудачей, да, в противном случае его зовут иначе, там, как же, погуглить, я забыл, слово забыл, ведь слова осталось, забывалось, то есть, если бунт оканчивается победой, то он называется революцией, а если не оканчивается победой, то он называется бунтом, вот так, мятеж, конечно, но мятеж всегда окончен неудачей, в противном случае его зовут иначе, да, вот, слава богу, что есть интернет, слава великому интернету, время у нас, да, спасибо, что вы нас смотрите, до новой исторической эпохи, осталось, 483, 483 дня, 483 дня, и час еще, полтора часа, полтора часа назад было 584, то есть, у нас по 101 день, подписывайтесь на канал, артподготовка, подписывайтесь на наш запасной канал, безумная Грета, значит, ставьте лайки, кто еще не поставил, ставьте лайки, 6,5 тысяч лайков у нас сейчас, но как-то, наверное, мы пока, на уверенную позицию, в 7 тысяч выйти не можем, не можем, на 7 тысяч выйти, а нужно, хотя были на ней уже, и были там полнедели, и как-то мы так расслабились, на таком подъеме, но я думаю, мы это очень-очень скоро преодолеем, спасибо, до свидания, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Продолжение следует...